К 755-летию со дня рождения Данте Алигьери сотрудники библиотеки имени Маяковского подготовили выставку, в которую вошли около ста экспонатов. Большинство из них – это божественная комедия в разных изданиях – от миниатюр до толстых подарочных. Самая ценная книга датируется второй половиной XIX века. Когда в конце 1860-х годов во Франции, в Париже вышло иллюстрированное издание Алигьери Данте «Божественная комедия» с иллюстрациями Гюстава Даре, это издание имело небывалую популярность. И у одного из крупнейших санкт-петербургских книгоиздателей Маврики Осиповича Вольфа появилась мысль предпринять это же издание с иллюстрациями Гюстава Даре в русском переводе. В книге представлены 87 гравюр. Маврики Вольф заказал подлинные доски рисунков художника у собственника его работ в Париже и выпустил первую часть «Божественной комедии». Издатель посвятил книгу российскому князю Александру Александровичу. Оформление заслуживает отдельного внимания. Переплеты шагреневой кожи с золотым тиснением на корешке и крышках, составные форзацы из бумаги, имитирующей муар. Все это признаки роскошных изданий. Для издания также Вольф выбрал слоновую бумагу светло-бежевого оттенка, плотную, гладкую. Максим Добрых с 14 лет поклонник творчества Данте. «Божественную комедию» молодой человек прочел четыре раза, в том числе в оригинале. Студент считает, что произведение во многом отразило биографию и жизненные терзания Данте. По мнению Максима, читатель найдет в этой книге историю любви, которую автор пронес через всю жизнь, размышления о Боге, обзор политической обстановки конца 13-го, начала 14-го века. Это с литературной точки зрения уже осмысление своего родного языка, родного литературного красивого языка. Если рассматривать с философской точки зрения, то это, конечно, затрагиваются богословские теории, теории антологические, геносиологические, теории бытия. Посмотреть выставку к 755-летию со дня рождения Данте Алигери можно в Музее книги библиотеки имени Маяковского. Посещение доступно по предварительной записи по телефону 9-94-06, без возрастных ограничений. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.